МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первым соперником Сибиряка после паузы в чемпионате стал самый титулованный клуб страны – подмосковная «Динамо», лидирующая в чемпионате. Начало первой игры прошло в равной борьбе. Команды обменивались опасными выпадами и имели хорошие возможности для взятия ворот. Бережне к своим моментам отнеслись к гости, сумев в середине первого тайма отличиться дважды. Точными выстрелами отметились Фернандао и Нанда. Красно-белые смогли на это ответить один раз – отличился Максим Волынюк. Как итог 2-1 в пользу белых-голубых по итогам первого тайма. Начало второй половины также прошло на встречных курсах. В некоторые моменты Сибиряк брал мяч под свой контроль, но динамовцы грамотно действовали в позиционной обороне, сводя на нет все усилия новосибирцев. А на 40-й минуте гости нанесли разящий укол. Павел Сучилин, как скорый поезд от электрички, умчался от защитников-хозяев в контратаку и эффектно переиграл Алексея Фармина. Попытки Сибиряка в оставшиеся 10 минут спасти игру успехом не увенчались. Не помог даже пятый полевой. Исход поединка 3-1. Победа «Динамо». Мы играли неплохо. Мы разбирали сегодня игру, вчерашнюю. Просто решили нюансы игры, мелочи. Там не добежали, тут не доработали. И надо было забивать тоже свои моменты вчера. И поэтому «Динамо» вчера сыграло очень хорошо в обороне. Заслуженно победила вчера. Сценарий первого тайма второго матча Сибиряка и «Динамо» оказался иным. В этот раз при равной игре и обоюдоострых моментах лучше себя смогли проявить хозяева. Гости на пятой минуте открыли счет в матче. Отличился Фернандау. А в ответ до конца тайма получили два мяча. На 17-й минуте Жоан реализовал дабл-пенальти. А на 21-й Сергей Чухрей поймал на ошибке Серила и Георгия Санторадзе и вывел Сибиряк вперед. 2-1. Абсолютно закономерный итог первого тайма, в котором хозяева смогли прийти в себя после быстро пропущенного мяча. Пока первое плеуху не получили, не задвигались. Как только добавили в движение, а самое главное – смелости. Ключевое здесь слово как раз и есть – смелость. Я говорил, что нужно никого не бояться, нужно двигаться вперед, ворота впереди. Если вчера мы очень много вещей делали, выходя из прессинга, разворачивались и бежали почему-то назад, то сегодня у нас много было движения вперед, что и нужно было. Я думаю, смелость прежде всего нам помогла сегодня реализовывать какие-то моменты. Второй тайм начался с гола капитана новосибирцев Сергея Иванова, который поставил «Динамо» весьма затруднительное положение. Правда, буквально тут же, на 31-й минуте, сирил ударом из-за пределов штрафной, смог один мяч отыграть. «Динамовский бразилиц» вообще стал главным действующим лицом начала второго тайма. После гола он грубо сыграл против Сергея Чухлева и увидел перед собой вторую желтую карточку. «Сибиряк» получил право на большинство, но забить не сумел. «Динамовцам» же удачная двухминутка меньшинства придала сил, и они смогли в итоге соорудить третий мяч. На 42-й минуте отличился «Ромола». Но радость предопечных Тимура Олегбирова была недолгой. На 44-й минуте «Жуан» вновь вывел «Сибиряк» вперед. За пять минут до конца гости перешли на игру в пять полевых и тут же забили. Отличился Сергей Сергеев. Продолжили играть с «Ротарем Гонялой», «Белоголубый» и после того, как сравняли счет. Против «Лома» нет приема, кроме как другого «Лома». Новосибирцы концовку матча провели по такому принципу. Против пятого полевого «Динамо» «Сибиряки» на последней минуте выпустили своего пятого полевого. И, как оказалось, не прогадали. За 20 секунд до конца поединка Руслан Кузиев смог замкнуть прострел на дальней штанге и вырвал для «Сибиряка» победу 5-4. Сегодня тренер нас попросил по-наглому завестись, по-спортивному. То есть сегодня, я считаю, мы были таким единым кулаком и отрабатывали друг за друга все моменты. И, в целом, считаю, что, может быть, где-то в первом тайме мы владели больше инициативой, во втором владела «Динамо», может, где-то больше инициативой. Но считаю, что мы своим настроем, своим желанием, думаю, сегодняшнюю победу заслужили. Конечно, очень сложная и обидная игра, но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что иногда и поражения не дают ряд вещей важных. Мне очень важно сейчас посмотреть, какие мы, как мы реагируем на какие-то вещи, потому что это первое поражение в сезоне. И для меня очень важно увидеть, что команда все правильно воспринимает и понимает. Сегодня еще раз хочу сказать, что винить их в том, что они вышли, недооценили соперника и как-то сыграли спустя рукава. Нет, допустили какие-то грубые ошибки, но когда так счет развивается, ты понимаешь, что ты рискуешь. В какие-то моменты, либо ты рискуешь и переворачиваешь в ту сторону, либо ты рискуешь и можешь получить себе. Обидно, наверное, только последний гол, который можно было, конечно, избежать, но, значит, так все сегодня развернулось. Для «Динамо» поражение в Новосибирске стало первым в сезоне, а «Сибиряк» смог прервать безвыигрышную серию в противостоянии с «Белоголубыми». Она насчитывала 14 матчей. Тем интереснее становится предстоящая кубковая встреча команд, которая состоится в Новосибирске 23 февраля. Будет жарко. Юрий Землянов, специально для Ассоциации Минифутбола России. Гослото поддерживает спорт. Целевые отчисления превысили 5 миллиардов рублей. Участвуйте в государственных лотереях. Поддерживайте спорт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова